Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим об очень популярном в своё время атлете, победившем со своей командой в шоу Украина Май Талант и Ване Казачке. Я лично наблюдал за успехами этого парня и на днях решил написать ему, чтобы узнать, куда же он пропал и как обстоят у него дела сейчас. Полное интервью с Ваней я оставлю в своём телеграм-канале по ссылке в описании. А мы начинаем! Ваня один из первых начал снимать свои успехи на видео и выкладывать их в YouTube. Ещё тогда, в 2006 году, зарождался устойчивый тренд к занятиям на турниках и брусьях. Тогда это ещё не называлось дурацким словом «воркаут». Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему у нас тренировки на турниках и брусьях ассоциируют с английским словом «тренировка». Ну да ладно! В то время Ваня был одним из топовых спортсменов этого направления. Наряду с такими ребятами, как Михаил Баратов и Богдан Корженевский. Кто бы там что ни говорил, а толчок всей этой движухе дали именно они. Тогда этот спорт не делили на силовые элементы, технические и джимбар. Это был один полноценный вид спорта. Ребята снимали свои обучалки и делились знаниями бесплатно. Позже к этому движению присоединилось много людей, которые брали с ребят пример. Они объединились в одно движение, которое сейчас мы наблюдаем. Только в нем уже другие авторитеты, организаторы, лидеры, мнения и чемпионы. А в 2012 году парни попали на четвертый сезон шоу «Украина Май Талант», который, к слову, стал самым популярным за все время существования шоу. Организаторы сами пригласили коллектив принять участие. Иваня, кстати, даже не очень-то и горел этой идеей, даже не перезвонив организаторам шоу. Но те через две недели вновь заявили о себе, и Иван решил, что почему бы и не попробовать. Он собрал команду единомышленников, все без проблем согласились, организаторы шоу сделали парням переносную площадку, и все закрутилось. Тур за туром они шли вверх, продвигали себя сами, где это только было возможно. А крутой постановщик и хореограф Константин Томильченко, по словам Вани, сделал из восьми бревен прикольных атлетов. И я тут с ним соглашусь, сцена с часами была и вправду очень крутой. Популярность воркаута, к слову, в тот год была на пике, и общими усилиями спортсменов и постановщиков, ребятам удалось выиграть это шоу, получив 1 миллион призовых. Тогда еще курс был не такой, как сейчас, и это были весьма неплохие деньги. Но ребята и тут держали слово, данное еще в начале их появления на проекте, и сделали 8 площадок по разным городам Украины, на часть полученных денег шоу. После победы многое поменялось, парней стали чаще приглашать на разные спортивные фестивали, где-то выступить, где-то посудить соревнования. Раза 3-4 они побывали на выступлениях в цирке за границей, а также показывали мастер-классы на международных спортивных выставках. Но к концу 2014 года, спустя 3 года после основания команды, все благополучно разошлись кто куда. Каждый подался в свою профессию. Кто-то тренер, кто-то дизайнер, кто-то артист, а сам Иван работает тренером в одном из залов Киева. Также он занимается видео- и фотосъемкой. Крутится как может, ведь ситуация в Украине не из лучших. Однако сам парень не отчаивается и говорит, что в наше время благодаря интернету можно получить любые знания. И он просто уверен, что при должном стремлении у каждого есть шанс жить и работать там, где захочется. На вопрос, хочет ли он вернуться в медиасферу, Ваня ответил так. Наблюдая за медиапространством, за тем рвением, которое показывают многие блогеры, честно сказать, мне кажется, что я человек прошлой эпохи. Это все-таки мне чуждо снимать блоги, отчитываясь за каждую минуту своей жизни. Но, возможно, мне это только так кажется. Наверное, я еще понаблюдаю со стороны за другими и обязательно начну что-то делать. Конечно, упускать возможность я не хочу. Думаю, к лету уже увидим какие-то результаты моего творчества. Так что будем ждать новостей. Пишите, кстати, в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Может, подкинем пару интересных идей. А также напишите, кто помнит этого спортсмена и хочет увидеть его возвращение. Я лично считаю, что таким людям есть чем поделиться. Сейчас Ваня совмещает качалку и воркаут. Весит 86 килограмм и выкладывается на все 100%. Каждому из своих подопечных отдает частичку себя. Ведь одним из своих самых главных достижений Ваня считает то, что благодаря своим успехам смог заставить заниматься спортом сотни, а может быть и тысячи парней и девушек. Что ж, а на этом на сегодня все, друзья. Напоминаю, что полное интервью с Ваней вы сможете прочитать в телеграм-канале. А пока подписывайтесь на этот канал и увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok